Сегодня мы будем изучать сайт Reliability Engineering. Я бы дал приз тому, кто хороший русский перевод этого термина сделал, но вообще это дисциплина по разработке сайта таким образом, чтобы он был надежный и отказоустойчивый. Сейчас входит еще в термин DevOps. Мы с вами не будем погружаться в то, чем они отличаются. Дивопс сайта Reliability Engineering. Мы с вами сегодня будем сосредотачиваться на практиках по разработке отказоустойчивых сервисов. Меня зовут Антон. Я сейчас работаю в одноклассниках команде платформы. Как раз одной из наших задач является сделать сайт стабильным, отказоустойчивым. Что бы ни произошло, наши пользователи не должны этого замечать. Раньше я работал в HeadHunter и был там SRE тем лидом. У меня есть какие-то выступления на конференциях. Чуть более чем полностью я сегодня буду рассказывать то, что было на конференции, то, что я на конференциях уже рассказывал, и даже больше. Так что, в принципе, можете не обращать внимания, чего там есть. Чего сегодня не будет? Сегодня не будет никакого working science. У нас будет такая легкая лекция без формул, без каких-то сложных моделей. Я не буду говорить, как делать надо, как делать не надо. Никакого silver bullet не ищите. Что вот всегда в продакшене мы будем делать так, и все будет хорошо. А если мы там будем делать по-другому, и все будет плохо. Нет, это не работает. У всех продакшены разные. У всех разные системы с разными нагрузками, разными бизнес-требованиями. Тут нельзя сказать, что надо всегда делать так. Так, мы будем с вами скорее разбирать грабли, на которые я наталкивался в процессе эксплуатации разных систем. И будем разбирать приемы, как можно обойти проблемы. Но не верьте мне. Всегда используйте голову. Не надо говорить, что вот я слышал, что где-то там обязательно нужно использовать вот так. Нет, надо подумать и решить, будет необходимо ли это вам, потому что любая имплементация любой фичи по отказоустойчивости, она требует кода. Любой код падает, да? У нас получается такая замкнутая круг. Чем больше кода мы пишем, тем больше может упасть. Вот, поэтому всегда применяйте с осторожностью. План такой. У нас первая часть лекции, достаточно большая, это будут грабли внутри сервиса. Вот когда мы пишем, прям вот, сервис, трэдпулы, коннекшнпулы и так далее, с какими проблемами сталкиваемся. Потом будет большая часть про межсервисные грабли. Там у нас будет про балансировку, про ретра и так далее. И в конце мы немножко уделим не такой интересной, но очень важной теме. Это, собственно, мониторинг и инциденты. Чего с ними делать? Поехали! Начинаем мы с вами с пулов. Сейчас мы будем с вами достаточно часто играть в следующую игру. Вы видите код на слайде, пытаетесь понять, каким образом он может сломаться. Вот, я, если не видно, могу рассказать, что вот мы создаем новый трэдпул с помощью стандартного, джавовского Executors NewCage ThreatPool. И вот мы написали какой-то метод внутри нашего класса, который нам позволяет по идишкам пользователей достать параллельно их имена. Чего здесь может пойти не так? Идея? Ну, вообще, ладно, первый раз я за вас отвечу. Вот. В принципе, может у вас в конце концов при эксплуатации этого кода возникнута такая ошибка. Out of memory error. Тут надо быть внимательным, потому что out of memory – это не всегда означает то, что у вас хип кончился, память. Мы же понимаем, да, что у нас есть Java, там есть хип, который garbage collected, это все рассказывали, да? Ну вот. Это не совсем то, это out of memory unable to create native thread. То есть у нас закончились лимиты по созданию трэдов. Почему? Потому что на самом деле, когда мы посмотрим, как устроен внутри этот NewCage ThreatPool, мы увидим, что он делегирует, этот метод статический, он делегирует свой вызов в создание трэдпула, у которого, посмотрите, integer max value – максимальное количество трэдов, которые он может создать. Это очень много. Система вряд ли сможет столько трэдов создать. Вот. И об этом надо помнить. Как мы от этого можем защититься? Да, да, поехали, фикс трэдпул сделаем, да? Вопрос, чего там указать? Какие будут варианты? Вот как выбирать, подбирать размер трэдпула? В каком случае? А представьте, да, это правильный поинт. Если задача ограничена вычислительными ресурсами, то есть вы там числа перемалываете, тогда вам действительно, скорее всего, достаточно количества available processors. А если вы ходите в базу данных или вообще скачиваете интернет, у вас процессор простаивает. Но трэдпул будет как раз загружен. Сколько там подобрать количество трэдов, чтобы это все работало? Ну, например, ну да, вот я вот про runtime available processors. Тут есть тонкость. Если вы деплоите ваше приложение в облака, то available processors вам иногда, вот сейчас в современных джавах, он не всегда будет возвращать то, что вы хотите. Не всегда будет возвращать ограничения, да, которые есть у контейнера. Вот, но я думаю, что там через несколько там версий джав они полностью уже сделают все правильно. Вот, а пока давайте посмотрим, вот, например, у нас EO-bound задача. То есть мы ограничены тем, что мы читаем с диска или из сети, как правило, да, данные. Что-то с ними делаем. Допустим, нам на вход поступают тысячи запросов в секунду. И мы знаем, что в среднем каждый занимает там 20 миллисекунд. Сколько нам потребуется трэдов для того, чтобы переварить это количество запросов? Так, еще варианты. Все очень просто. Мы берем тысячи запросов в секунду, умножаем, я специально вас смутил, да, у меня там одно в секундах, другое в миллисекундах. Вот, на одну пятьдесятую секунду у нас получается, что если мы там фотоаппаратом будем щелкать нашу систему, да, то в среднем в ней будет все время 200 запросов. Вот так, постоянно. Согласны? Ну вот, и нам приблизительно потребуется 200 трэдов для того, чтобы все это хозяйство переварить. Нужно, конечно, брать с запасом, там, если что-то произойдет, притупят чуть побольше трэдов и так далее, но вот примерно такая формула. Кстати, обратите внимание, что здесь 10 тысяч запросов в секунду, каждый занимает, ну, 20 миллисекунд, это, в принципе, так, среднее, да, то есть, например, у нас в одноклассниках многие запросы занимают гораздо меньше времени, чем 20 миллисекунд. Это означает, что, в принципе, нам достаточно всего ничего, там, 200 трэдов для того, чтобы переварить такое количество запросов. И многие поклонники, например, знаете, да, про такие там современные модные архитектуры, когда вы переиспользуете трэд для обработки разных запросов, полностью асинкном блокинг и так далее. для вас эти слова что-нибудь, значит, ну вот, оказывается, что, вот, например, при таких параметрах это не особенно, ну, то есть, необязательно делать асинкном блокинг архитектуру со всем ее, ну, там, тяжелым кодированием. Иногда вполне достаточно обычной, простой синхронной архитектуре. Мы в «Одноклассниках» часто ее используем. 20 миллисекунд — это 1,5 секунды. Вот. Вопросы по ходу дела задавайте, чтобы задавать, а не чтобы потом отложить и забыть. Вот. И, ну, там вам нужно какой-то предел, да, после какого количества трэдов наша система будет работать там не так стабильно. Нельзя, конечно, назвать какую-то цифру, но вот, в принципе, говорят, что когда у вас больше 10 тысяч трэдов в системе, вы им, в зависимости от сервера, конечно, и так далее, и тому подобное, что делают ваши трэды, но, наверное, уже больше не хочется. Ну, посмотрите, у нас вот при 10 тысяч запросах в секунду нам 200 было достаточно, да, для этой системы. Так что в это ограничение вы еще там нескоро лупаетесь. Но сами тестируйте, сами смотрите, сами начупывайте эти пределы. Вот. Но, к сожалению, и этого недостаточно, потому что, в принципе, у нас может сложиться такая ситуация. Вначале увидим, что у нас приложение потребляет 800 CPU, потому что у меня 8, этот, хардварных потоков. Вот. И потом упадет с out-of-memory, скорее всего, с кипспейсом. Как вы считаете? Почему? Ну, собеждать нечего. М? Собеждать нечего. А почему тогда она упадет, это приложение? Ну, overhead по NGC просто упадет. Это правильное направление мысли, но откуда там в NGC оказалось столько данных, что их приходится так долго коллектизть? Потому что мы ссылки до сих пор, они нет. Ну, это ты говоришь про утечку, да? Ну, в принципе, да. В принципе, здесь может случиться что-то вроде утечки. Она такая... Мы для того, чтобы проследовать это, включим флажки. Андрей Пангин уже вам читал лекцию, да, про эти флажки. Он гораздо больше меня про это все знает. Вот. И там, любым образом разбираем наш хип, каким вам нравится, и увидим, что большую часть хипа ест какой-то linked-blocking-q, который является частью вот этого thread-pool-экзекьютора, который мы с вами создали с помощью fixed thread-pool. Вот. Заглянем в код и увидим, что действительно, когда мы вызываем метод new fixed thread-pool, у нас там по умолчанию подставляется очередь. Зачем? Ну, все очень просто, на самом деле. Вот у вас thread-pool — это вот эти таски, вот эти треды, да? Здесь у меня их 4 нарисовано. Допустим, я new fixed thread-pool 4 сделал. Вот. Если у вас все не занято, а у вас поступают новые запросы, они складываются в очередь. Но по умолчанию оно ничем не ограничено. Может расти до бесконечности. Ну, если вы, конечно, подадите такое количество запросов, да, и у вас достаточно жирные таски будут, то вы упретесь в это ограничение. Вот. То есть у вас получается вроде fixed thread-pool по количеству тредов, но unbounded queue. И об этом надо помнить. Вот. И даже... Это я такой экзотический, на самом деле, падение к вам привел, потому что это надо еще постараться занять весь хип всеми тасками, которые нужно обработать. Гораздо... Гораздо хуже другая проблема. Вот у вас приходит таска в ваш thread-pool и становится в конец очереди. Вот у нас там лежит одну секунду, вот она там лежит две секунды, три секунды, четыре секунды, и дальше пользователь, ему уже неинтересно, он уже закрыл веб-страничку и ушел, а вы ее берете в работу и начинаете, значит, трачить ваши ресурсы на обработке этого запроса. В общем, эта ситуация плохая еще тем, что у вас система, она не может восстановиться. То есть, приходят пользователи, опять нажимают страничку, рефреш делают, рефреш, не дожидаются ответа, уходят, ваша система пыхтит, напрягает все возможные ресурсы, но без толку у вас постоянно тайм-ауты. Что с этим делать? Я, если увижу надпись «не нажимаю ничего», я обязательно нажму ее. Ну, пойдем по такому же пути, давайте ограничим просто эту очередь. Зачем она бесконечная очередь? Нам, наверное, в какой-то момент нужно сказать, нет, все, мы не перестаем засасывать в себя новые запросы, нужно их отпинуть. Мы там установим какую-нибудь с помощью параметра конструктора blocking queue. Это интерфейс, у него могут быть любые реализации, в том числе array blocking queue. И там мы можем установить размеры, которые захотим. Вопрос, какой размер, очередь мы хотим. Ну, вот, например, возьмем CPU-bounded задачу, где мы перемалываем числа. У нас там 4 хардварных потока. Какого размера очередь взять? Ну, например, да. Ну, это, конечно, зависит от равномерности поступления задач, зависит от того, насколько они тяжелые и так далее. Но там можно с чего-то начать, можно побольше замониторить, посмотреть и дальше уже, исходя из этого, выбирать более точный размер. А если у вас и обаун задачи, и вы там, скажете, поставили 256 тредов, какой размер в этом случае его очереди указывать? Кто за то, что надо указать больше 256? Никто не хочет? Меньше? Тоже не хотите. А сколько вы хотите? Ровно 256. На самом деле, можно посмотреть на эту ситуацию следующим образом. Что, а зачем вам вообще очередь какого-то размера, если у вас 256 тредов, и они кончились? Наверное, это уже само по себе сигнализирует о том, что вы не в состоянии обработать больше запросов. То есть у вас кончились какие-то лимиты в вашей системе. Вы же не с букты барахта эти 256 тредов поставили. Можно поставить побольше, можно поставить тысячи, но если они закончились, то все, поздно. То есть надо уже заброс отбрасывать. И вы там можете поставить просто синхронную с Q, которая размер 0, которая, если тредов свободных нет, ваш запрос отбросит. Быстро, и ваши таски не будут пролеживать в очереди. И, конечно, надо замониторить все дело. Каждый раз, когда вы подбираете какие-то параметры, каждый раз, когда вы что-то настраиваете, вы обязательно должны смотреть, как на это ведет себя система. Потому что иначе вы там можете ляпнуть любую цифру и не понимаете, она сделала лучше или хуже. И вы получите в результате, если у вас кончились треды rejected execution exception, с ним можно сделать разные вещи, что бы вы с ним сделали. Вот вы кладете в тредпул таску какую-то, полезную для пользователя, но и понимаете, что вы не сможете обработать эту таску. Ваши действия. Ну, можно самое очевидное. Перехватить и отдать клиенту. В сервинах HTTP код 503 означает сервис unavailable. Нормально. Это нормально. То есть надо признаться, что если у нас проблема, что у нас проблема. Вот. Что еще можно сделать? Снова пытаться эту таску. Да, смотрите, вот до этого можно еще выполнить, в принципе, в том треде, который кладет эту таску. У нас у этого тредпула закончились, например, ресурсы. Мы, в принципе, можем... Зря смеетесь, в продакшене для лейтенса критикал таска это не так часто используется. А если у вас какая-то батчевая таска, например, вы рассылаете e-mail. И у вас есть какой-то продюсер, который там говорит, разошли этот e-mail, разошли этот, разошли этот, да? То вы его, в принципе, таким образом можете автозамедлить. У вас кончатся треды, которые, собственно, рассылают e-mail, например, да? Ходят в SMTP сервера. Вот. И вы заставите продюсера выполнять эти таски. Он автозамедлится, и все хорошо, у вас получится система такой с самоподдерживающей связью обратной. Вот. Но это не всегда можно использовать. Есть архитектура, когда это, наоборот, вредно. Вот. Вы можете выкинуть самую старую таску из очереди и попытаться на ее место... Да, ей написать 503, и все. Да? И на ее место засунуть новую таску. Это хорошо, потому что самая старая таска, скорее всего, уже точно никому не нужна, да? Вот так. Спекулятивно, если посмотреть. На все это дело. Вот. И в Java, в принципе, все для этого готово. У вас там есть параметр конструкторов, который по умолчанию передается аборт в полисе, который, собственно, выбрасывает reject execution exception. Вот. У вас есть еще caller runs в полисе, как раз, чтобы выполнял вот тред, который субмитит таски в trap pool. Понятно? И вы туда можете подставить, опять же, значение discard all this policy, которое выбросит самую старую из очереди таску, которая вот-вот уже будет в работу взята, да? и поставить в очередь свою таску. Иногда некоторые извращаются и вместо очереди вообще делают стэк. То есть у вас вроде как параметр конструктора называется blocking queue, но вместо него мы можем, это же интерфейс, мы можем сделать реализацию, которая на самом деле как стэк. Мы всегда будем брать таску, которая только-только поступила в работу, а те, которые давно были, уже, скорее всего, залежались, нам уже работу брать не надо. Но, честно говоря, обычно это там такое инженерное ухищрение и там, не знаю, инженерный этюд, потому что если у вас очередь и так зажата, то оно вам надо вообще, ну так, изгаляться. Обычно нет. Вот, вопросы. Поехали. Дальше. Резюмируя про трэдпулы. Хорошим тоном считается ограничивать количество трэдов в вашем трэдпуле. Теми трэдпулами, которые Java предоставляет по умолчанию, пользоваться не всегда хорошо. Вот. Ограничить размер очереди. Иногда вы можете ограничить не размер очереди, а, например, время ожидания в очереди. Хорошее упражнение, как же это сделать, не влезая в кишки трэдпула. Ну, это вы сами потом можете подумать. Вот. И мониторить все это дело. Чего будем мониторить? Размер, время, проведенное в очереди, количество работающих трэдов. Тоже интересно, да? Вы когда на самом деле мониторите вашу систему, очень прикольно делать дублирующие метрики. Вы по метрикам, например, количество работающих трэдов и размер очереди сможете четко понять, что происходит в вашей системе. Например, у вас количество работающих трэдов уперлось в лимит, и размер очереди растет. Вы точно понимаете, что происходит с вашей системой. Вот. Если у вас там есть только метрика количества работающих трэдов, Еще непонятно, чего там с очередью, правда? То есть вы не можете сделать точные выводы из этого. С метриками такая штука, что иногда чем их больше, тем лучше. Позволяет вам гипотезы проверять хорошо. Вот. И обязательно мониторите время выполнения ваших тасок в трейде, потому что вы хотите потом понимать, чем же занят ваш трейдпул. Какие он таски обрабатывает. Причем не просто, что он обрабатывает таски, что в среднем это время занимает 3 секунды, но и какие таски. То есть это там, это мы рассылаем такие-то e-mail, это мы обрабатываем запросы вот такой веб-страницы или еще чего-то. У вас всегда должен быть разрез в ваших метриках, которые позволят вам понять, куда дальше смотреть. Ок? Еще такой небольшой прикол. Вот что не так с этим кодом? Здесь подоплека такая. У нас есть метод getFullInfo по айдишке юзера. И так получилось, и это действительно в продакшене очень часто так случается, что у нас часть данных пользователя наиболее критичная лежит как basic информация в каком-нибудь быстром-быстром кэше. Но если мы хотим расширенную информацию, то она лежит в каком-нибудь медленном хранилище, потому что она нужна не так часто, там держать под нее ресурсы мы не хотим, обращаемся редко. И вот случается ситуация, когда мы хотим собрать всю информацию. И чтобы это сделать побыстрее, мы сомнитим вначале таску по... Ну вот, короче, таску вначале в ThreadPool, которая достанет extended информацию. Потом достанем... Ну не потом, а одновременно, параллельно достанем, соответственно, basic информацию. Подождем, когда extended к нам доедет, все это вместе склеим и отдадим. Нормальный код? Наверное, если я спрашиваю, то нет, да? Вот, давайте с вами разберем. Смотрите, у нас есть Thread, который, собственно, сабмитит таску на то, чтобы получить всю информацию о пользователе. И одновременно поступает другой запрос, тоже он там берет Thread и тоже начинает его обрабатывать. Ну с другой айдишкой, да, неважно. У нас много пользователей системы работы, одновременно они могут вполне себе захотеть свою информацию посмотреть. Вот, это у нас bounded количество. Ну я сейчас там для простоты 2 сделал, там, ну, в общем, вы понимаете. Вот. Потом каждая из них еще засадмитила новую таску. Типа, а давай еще ThreadPool, это один и тот же ThreadPool. Мне еще нужно, чтобы ты сходил и забрал экстернат информацию. Но эти таски никогда в работу принято не будут, потому что у нас уже Thread, которые, собственно, выполняют внешние таски, они ждут, когда же будут выполнены внутренние таски, которые ждут, когда их возьмут в работу. Скомпилировали? У нас получается дедлог. Вот, поэтому так делать не надо. Как делать надо? Что бы вы сделали? Вот такая бага пришла. Вот мне год назад вот такая бага пришла. Что делать? Например, вы можете сделать там иерархию какую-то, не очень сложную ThreadPool. Почему бы нет? Что еще? Ну, как минимум, можно не вызывать GetBestTimeout. Ну, хотя бы. Потому что у любой фьючер у него есть еще перегруженный метод, который поднимает на вход тайм-аут. И в этот тайм-аут, скорее всего, будьте задавать в продакшене, потому что если вы этого не сделаете, то вы можете там надолго повиснуть. А зачем оно вам надо, пользователь уйдет. Да, вообще, на все блокирующие операции, которые вы делаете, хорошо бы вешать тайм-ауты. А что здесь не так? Вот, смотрите, у нас есть ThreadPool. Он специально заточен под то, чтобы рубить числа. Как раз у него очередь в два раза больше, чем количество процессоров. И вот у нас есть метод, который принимает на вход какой-то, не знаю, байтики фотки, и мы хотим ее преобразовать в какую-то другую фотку. Не знаю, наложить рамку, сделать посветлее, потемнее. Мы знаем, что эта операция занимает CPU-ресурсы, и хотим ограничивать вот таким образом. Нормальный код? На самом деле, код нормальный, он работать будет. Тут нет по Волоху исключений, вас влетать не будет. Но у вас для этого есть вполне себе нормальный другой инструмент. Называется семафор. Вы можете ограничить количество потоков, которые одновременно исполняют какую-то критическую секцию, и с помощью других гораздо более легковесных инструментов, чем заводить ThreadPool, ограничивать его, мониторить. Ну, нет, семафор вам тоже по-хорошему замониторить бы. Но это гораздо более легковесная операция, чем передавать контекст из одного переда в другой. Ок? Connection Pools. Вообще, Connection Pools — это на самом деле все та же очередь, только уже не за Thread'ом, а за соединением каким-нибудь. Вот вы установили соединение к базе данных, и вы хотите переиспользовать это соединение для разных запросов. Вот у вас есть пул соединений к базе данных. Кстати, очень часто его делают ограниченным, потому что реляционные базы данных не любят, когда к ним открывают слишком много соединений. И этот ресурс у вас, например, будет дефицитным. И вы будете ограничивать количество соединений очень небольшим количеством. Ну, там, не знаю, в прошлой компании у нас были бэкэнды, и они могли открывать только 10 соединений к базе. Несмотря на это, они переваривали очень много запросов, потому что просто быстро вызывали базу данных, быстро возвращали соединение обратно в пул. Вот. И что с этим делать? На самом деле все то же самое, что с Thread'пулами. Вы эту модель с Thread'пулами, когда у вас есть очередь, у вас есть ограниченный какой-то ресурс, Thread'у вы ее можете использовать для всех остальных пулов, поменять эти знания для того, чтобы мониторить и ограничивать connection'пулу тоже. Ок? Поехали дальше. Fail fast. На уровне севера уже. Как устроен типичный север? Вам... Вот была когда-нибудь вот такая картинка, что у вас есть акцепторы, которые принимают соединения сокеты, регистрируют их в селекторах, которые смотрят, появились ли данные внутри сокета, для того, чтобы, когда появились данные, распарсить их, сделать запрос, передать уже в Thread'пул, который будет, собственно, этот запрос исполнять, да? Знакомая схема? Ну, так, примерно. Ну, большинство серверов так и устроено, на самом деле, да? Похоже на конвейер. И вроде там тоже где-то есть очереди. И вроде это все тоже надо как-то ограничивать, да? Давайте посмотрим, как мы это будем ограничивать. Первое, что приходит очень часто в голову, давайте ограничим это на балансировщике. У нас же highload, правильно? У нас много серверов. Между ними запросы надо балансировать каким-то образом. Вот. Мы поставим балансировщику, балансировщику скажем, на каждый север не больше 300 запросов в секунду отправляй. Нормально? Почему? Ну, ничего страшного. Он у нас вообще, у нас это NGINX. Он супербыстрый. Магия магии, там, значит, все очень быстро. Смотрите, какие штуки с этой возникают. Кстати, кто-нибудь знает, откуда вот эти смайлики? Значит, не читали, да? Это Java Concurrency in Practice Барена Гетса. Не читали. Вообще-то у нас серверы разные по мощности есть. Нельзя сказать, что каждому серверу может переварить 300 запросов в секунду. Вам нужно будет под разный сервер подбирать это значение. Это первая проблема. Второе, это надо как-то актуализировать. У вас каждый день релиз, например, или даже несколько раз в день релиз вашего приложения. И каждый раз что-нибудь там может поменяться, от чего оно работает быстрее или медленнее. И вам тоже это надо будет актуализировать. И на самом деле реквест в секунду – это не то же самое, что capacity, которую система может обработать. Потому что вот эти ваши сервера, они могут ходить в базу данных, которая тупит откровенно. Ну, например, в какой-то момент времени. И это не проблема того, что ваши сервера не справляются. Это проблема того, что база данных, например, не справляется с потоком запросов. И у вас может вообще не быть балансировщика. Например, у каждого фронта свой какой-то там клиент, который балансирует между бэкэндами запросы. И у каждого фронта свой независимый балансировщик. И, в общем, они между собой не общаются и не знают, сколько один фронт отправил на один бэкэнд запросов, и сколько другой отправил на другой бэкэнд запросов. Эта схема, она часто работает, но до определенного предела. В одной компании я как раз занимался тем, что я, собственно, выпиливал балансировщики, потому что это дополнительное звено в архитектуре, которое может сломаться. Там еще возникают всякие интересные вопросы, кто будет балансировать балансировщики, когда уже балансировщики не справляются. Поэтому давайте с вами что-нибудь придумаем. Предположим, узкое место у нас это количество, собственно, трэдов в нашем трэдпуле, который обрабатывает запросы. Чего мы можем сделать? Мы можем, если свободных воркеров нет, отправить 503, вот на уровне селектора вычитали запрос, посмотрели в трэдпул, или получили rejected execution exception, и отправили обратно в сокет. Не могу обслужить. Это нормальная штука, она будет работать. Единственное, что можем ли мы сделать дешевле? Ведь мы приняли сокет, зарегистрировали его в селекторе, вычитали данные, распарсили их, и затратили на этот ресурс только для того, чтобы поддать пользователю 503. Иногда получается это тяжеловато. Мы хотим уметь в случае проблем быстрее отбрасывать запросы из нашего севера. Прямо просится, что мы хотим это сделать на уровне акцепторов. Акцептор принял соединение, посмотрел в трэдпул, и сразу закрывает соединение. Я не могу его обслужить. Иди лесом. Но у этой штуки тоже есть свои проблемы. Клиент будет в недоумении. Мы с вами потом будем разбирать, какие исключения может получить клиент, и как он на них сможет среагировать. Вот эта штука потребует от вас кодинга на стороне клиентов. Коль скоро мы поговорили про принятие соединения, акцепт их, давайте поговорим, что там происходит на уровне операционной системы. Потому что сейчас мы с вами обнаружим еще одну очередь, о которой вы даже не догадывались. Или догадывались. О, знаешь, даже две, да? Синбэклок и акбэклок. Все правильно. Тут на что надо обращать внимание. Вот это, как только сервер получил акк от клиента, о том, что он принял его синак, операционная система за вас кладет этот сокет в очередь. Это как раз есть бэклок, из которого уже проложение потом... Кстати, его можете ограничить. Вам проложение вполне себе предоставляет вот Java. Первый параметр — это порт, на котором мы слушаем, а второй — это, собственно, размер бэклога. Как правило, его вам ограничивать не придется, потому что там по умолчанию такое большое значение, всего там 50, да? В принципе, норм. Вот. Но знать об этом тоже надо. Ну и потом приложение можно сокет в себя засосать. Тут важно другое, что с точки зрения клиента ваш сокет уже открыт, когда он отправляет акк в северу. И уже после этого может слать данные. То есть к тому моменту, как север у вас вычитает сокет из бэклога и закроет, там уже могут быть данные. Там уже может быть запрос спешить деньги. И тут клиенту возникает интересный вопрос. Он может этот запрос притрать или нет? Мы с вами потом разберем, сейчас не будем. Нам надо еще кое-что узнать про тайм-ауты, для того, чтобы понять, что делать клиенту. При переполнении бэклог соответственно сервер не будет слать вот этот синак обратно. И клиент, для клиента это будет как будто connection timeout. То есть он будет пробовать дослать еще раз сигнал син, еще раз и еще раз через секунду, потом через две, потом через четыре, и там дальше будет exponential backoff. Знаете, такой термин? Это когда мы ретраим с увеличивающимся интервалом. Это очень важно. Недавно мне ребята рассказывали про инцидент, когда их мобильные проложения завалили их сервера, потому что ретраили слишком быстро запросы. Ретраить нужно через увеличивающийся интервалы времени на клиентах. Правильно. Есть такая опция в операционной системе, которую можно включить и ее здесь пошарится в интернетах, они всегда все интернеты вам будут говорить «не делайте так». Хотя не очень объясню это почему. На бэкэндах прикольно делать так, чтобы мы не ждали connect timeout. Мы пошли на бэкэнд, он нас не хочет принимать наши запросы, мы ждем connect timeout. Мы хотим как-то быстрее соображать о том, что наш сервер не хочет обслуживать запросы. Есть опция в операционной системе, она называется TCP Abortum Overflow, которую можно включить таким образом, когда бэклог переполнится, операционная система обратно будет управлять RST-сигнал. Это хак, но его надо поддерживать. То есть у вас должны быть сервера, в которых вы не просто деплоите проложение, но еще и включаете какую-то опцию на уровне операционной системы. для клиентов это делать, ну то есть для браузеров и для мобильных проложений наверное неправильно, потому что тогда вам нужно будет писать логику retry, что там с exponential backoff у вас и так операционная система в принципе ее предоставляет. Есть еще такая проблема, я ее называю унижение клиентов. Представьте себе, что у вас есть сервер, на который один клиент отправляет 500 запросов в секунду. сервер отвечает 500 нормальных ответов в секунду. У вас есть другой клиент, который отправляет тоже 500 запросов в секунду и получает 500 ответов в секунду, и все хорошо. Предположим, что при этом сервер работает на предельно допустимых своих возможностях, то есть больше 1000 запросов в секунду он не может переварить. Что будет, если придет клиент первый и начнет сылать 5000 запросов в секунду? Ну если у нас сервер написан более-менее как-то, то у нас соответственно эти ответы распределяются пропорционально между клиентами. Первый будет получать 910, это пропорционально, ответов в секунду, а второй клиент будет получать 90 запросов в секунду. И это очень странная ситуация, потому что вроде как второй клиент ничего не сделал такого плохого, но тем не менее, ну то есть он продолжал слать 500 запросов в секунду, так продолжает слать. Но просто пришел еще один, решил, что это его ресурсы, и теперь первый получает практически все ответы, а второй ничего. Эта ситуация иногда может возникать на уровне API, то есть у вас есть какой-то открытый API, куда разные совершенно приложения могут ходить. У Facebook есть API, у Google есть API, у Adnoklassik есть API. Иногда возникают вот такие клиенты, которые вот так делают. И, например, Google рекомендует в этом случае выставить нормальные квоты для клиентов, но такие, которые можно превысить, если все-таки в системе есть свободные ресурсы. То есть если ваш север может переварить 10 тысяч запросов в секунду, то не надо отдавать ошибки тому клиенту, который временно пришел с 5 тысячами запросов в секунду. Это такая, это уже скорее уже область сверхвысоких нагрузок, плохих клиентов и так далее. У нас с вами еще две небольшие темы про граблям внутри сервиса. Сколько у нас сейчас времени? 19.28. Вот, я думаю, что после этого мы сделаем перерыв, погрузимся в следующую тему. Slow start. Slow start это когда вы начинаете подавать на ваше приложение при релизе или при включении этого приложения там после, не знаю, после того, как обслуживали сервера. Постепенно все больше и больше запросов и только после этого вы выходите на какой-то steady state. Причины какие-нибудь можете придумать, почему приходится так делать? JIT еще. Нормально JIT, да. Classloading. Холодные кэши, например, да? Пожалуйста, все это может сподвигать вас на то, чтобы написать прогревалку. То есть вы так включаете сервер и до того, как завести его в ротацию, начинаете его греть. Это не очень хороший рефлекс, потому что я, например, часто видел прогревалки, которые греют непонятно что, греют сервера запросами, которые они никогда не обслужат. эти запросы вообще-то возвращают 404, например, потому что таких данных в базе вообще нету. Непонятно, какие части системы они греют. А это все код, да, он там что-то делает, но делает что-то бесполезно. Вот. Оказывается, что если у вас настроена политика балансировки, правильно, про политики балансировки, мы еще с вами поговорим. Если у вас там сделаны, например, персистентные кэши, которые переживают рестарт приложения, mmap, например, да, вы можете выделить в памяти область, которая будет переживать рестарт процесса. Вот. То вам slow start нужен не так часто, как кажется. А проблема GTI class loading она на самом деле не такая серьезная, как кажется. Вот. Если вам все-таки потребуется это сделать, у меня был такой сервис, его писал не я, когда я попросил ребят разобраться, почему вам требуется slow start, мы сказали, мы не знаем. Вот. И я говорю, ну ладно, тогда я вам сделаю slow start, и slow start очень удобно делать на том же уровне, где вы отпинываете запросы. Вы можете просто после включения вашего сервера отпинывать все запросы абсолютно, правильно? А потом в течение там двух минут или трех, как сдадите, постепенно снижать количество отпинывых запросов. Таким образом, вы фактически будете так постепенно давать на него все больше и большую нагрузку. Ну вот. Graceful shutdown. Я не знал, рассказывать про это или нет, потому что это довольно простая штука, но оказывается, что иногда даже в известных open-source проектах она сделана неправильно. Или не сделана. Например, я чинил graceful shutdown для GT-сервера, который, как оказалось, не всегда хочет дожидаться окончания ваших текущих запросов. Вы можете посылать запрос «Спиши с меня деньги». Поэтому сервер погасит, и клиент сидит и думает, а я не знаю, списались деньги или не списались, что вообще произошло, что мне дальше делать, непонятно. Поэтому в этой теме надо уделять какое-то внимание. Здесь все просто. Вы вначале закрываете порт, который принимает новые входящие соединения, чтобы клиенты тут же получали RST-сигнал. Правильно? Закрываете idle соединения для того, чтобы через них вам не поступали новые запросы. Останавливаете threadpool. Как останавливаете? Метод shutdown у threadpool, он на самом деле продолжает работать, просто новые запросы опять же не принимаются. И уже дальше останавливаете все остальное, что у вас есть. Там, не знаю, connection pool и так далее и тому подобное. Вот ваш grateful shutdown, он должен выглядеть примерно так. У Jetty, например, проблема была в том, что он как раз не дожидался завершения текущих запросов. Он все это делал и делал это хорошо и правильно, но запросов не дожидался. Вот. Кажется, у нас на этом первая часть закончилась. Есть вопросы? Продолжаем, да? Давайте с вами, прежде чем мы будем говорить про тайм-аут, ретро, балансировку и так далее, что-нибудь такое приземленное рассмотрим, типа релиза вашего вашего приложения. Первый, такой вопрос для разогрева, сколько нужно инстансов вашего сервиса, то есть какое минимальное количество, грубо говоря, серверов, на какое минимальное количество серверов вы поставите ваше приложение, чтобы сделать нормальный релиз. И никто ничего не заметил. Кто за два? Два достаточно. Нет? Почему? В принципе, достаточно, но обратите внимание, что если вы один инстанс сервера, один инстанс вашего приложения выключили для того, чтобы сделать релиз, подменяете там джарку, запускаете его заново, то у вас остается только один инстанс другого сервера, который выдержит нагрузку. Вопрос, что вдруг с ним в этот момент что-то случится? Диск выпадет или еще чего-то? Да, и обычно говорят, для того, чтобы не попасть в эту засаду, обычно три инстанса сервера делают, делают приложение, вот, надо 4, 5, 6 и так далее. Вот. Это одна штука. Вторая, что ваш релиз должен работать таким образом, чтобы система, на которой стоит там, на первых двух серверах, старая, например, да, версия приложения, она там, третья и новая, она все равно должна работать нормально и без ошибок. Я почему на этом заостряю внимание, потому что я часто сталкивался с таким представлением программистов, что релиз происходит атомарно, быстро и одновременно на всех серверах и сразу. Это не так. Не требуется времени для того, чтобы раскатать по всем серверам. Ваши клиенты при этом будут ходить то на одни сервера, то на другие, а возможно одновременно. Часть соединения будет установлена к старым серверам, часть к новым, и клиенты тоже должны нормально обрабатывать эту ситуацию, ну и так далее. Ну это так, из жизни. Вот. И очень часто требуется отстаивать релиз. Ну хотя бы день. Потому что я тоже попадал в западни, когда накатили один бэкэнд, потом накатили фронтенд, который использует новую фичу бэкэнда. Потом еще чем-нибудь накатили. А потом ты понимаешь, что тебе вообще-то хочется откатить релиз с первого бэкэнда, потому что там есть проблема. И вот начинается откатывание по цепочке всего остального, да еще у программистов есть в голове представление о том, в каком порядке это откатывать надо, да, каждый по своей задаче. А там, если там откатывает не эти программисты, а там, а кто-то другой, то у него нет представления в голове, в каком порядке это все откатывает. Да, поэтому надо выпускать... Это, кстати, камень в огород модный микросервис на архитектуре, да, в который много сервисов друг от друга зависит. Если вам нужно пропилить какую-то фичу через все слои, через разные бэкэнды, вам нужно будет помнить об этом. И это я не говорю про то, что всегда нужно пилить монолит, да, помните мой первый слайд, не верите мне. Вот. Ну, поехали. Таймауты. Сейчас мы будем с вами TCP-диаграммки рассматривать. Вот у нас есть такая ситуация. Клиент шлет синсигналы с северу, север не отвечает. Чего? Какой таймаут сработает на клиенте? И сработает ли? Я знаю, ты должен знать. Ты должен знать. Ну, это обычный connection, таймаут. Да? В каком случае он происходит? Когда такое может происходить, что север не отвечает на син запросы? Не забинден, потому что нет connection. Да, если не забинден, то будет другая ошибка. Connection refused. Если север вообще выключен, будет такая ситуация. Еще мы с вами рассматривали недавно ситуацию, в котором, опять же, север не будет отвечать синаками. Ну, бэклок переполнен. Да? Тогда по умолчанию север не будет отвечать синаками и будет такая же ситуация. Вот. И по умолчанию таймаут, если, ну, я, по крайней мере, на своем компьютере смотрел, оно довольно астрономически, 130 секунд. Наверное, это многовато для системы, которая там перемалывает кучу запросов в секунду. И вам, как правило, придется выставлять таймаут. Выглядеть в вашем коде это будет примерно так. Connect exception, connection timeout. Если вы установите таймаут при подключении, это вот делается у сокета, есть параметры таймаут в миллисекундах задается, то интересно, что вы будете видеть немножко другой таймаут. Socket timeout, exception, connect timeout. Ну, ключевое слово connect timeout, короче. Запомнили, да, что это такое? Мы не случайно рассматриваем с вами эти штуки, потому что это то, что потом вам вы будете глядить влоги и понимать, что с вашей системой происходит во время инцидента. И на самом деле есть разница между тем, что будет connection timeout или connection refused, или read timeout, или еще чего-то. Давайте с вами дальше. Ну да, я рассказывал про то, что Linux retread через одну, две, четыре и так далее с exponential backoff. Вот такая ситуация. У нас клиент подправил син, а север на него ответил RST-шным сигналом. Это когда такое может произойти, как это называется? Ну ты говорил. Ну если у нас затюнен типа backlog, очередь не нужно? Нет? Не нужно тюнить очередь для backlog. На порту никто не слушает. Мы даже этот backlog не открывали никакой. Ну это connection refused. И он может, ну скорее всего, он будет случаться тогда, когда я вам сказал, да, на порту никто не слушает. и это мгновенно будет происходить, и это прикольно. То есть клиент быстро будет понимать, что о, я не туда пришел. Надо отретраиться. Вот. Выглядит это в ваших логах будет примерно так. То есть connect exception connection refused. Да, закончили с этим. Здесь есть вопросы? Вот такая ситуация. У нас было две стороны. Я специально здесь перешел от терминных клиент-север к терминам одна сторона, другая сторона. И вот вторая сторона пропала, мы об этом еще не знаем. Но пытаемся вызвать метод read на сокете. Что будет? Lock. Lock. В каком случае? Ну, всегда. Да. Что с этим делать? В любой непонятной ситуации на самом деле надо выставлять тайм-аут. Правда? Ну так. Вот. Как правило, это называют read-тайм-аутом. Другая сторона тупит или сеть пропала. Мы, кстати, не можем отличить ситуацию. Может, кстати, тяжелый запрос пришел. Пришел тяжелый запрос в соединение, которое специально выделено под обслуживание запросов. HTTP 1.0. Вы можете послать запрос только один и ждать его ответ. Вы не можете отличить ситуацию, когда у вас там сеть пропала, server-tupit или просто запрос тяжелый. Об этом надо помнить. Но все это будет для вас выглядеть как read-тайм-аут. В логах это будет выглядеть вот так. Socket Timeout exception read-тайм-аут. Вы его можете задать с помощью сеттера setSocketTimeout в миллисекундах. Все не очень интересно. Тут важно не забывать о следующем. Что если у вас server медленно отдает ответ раз в 900 миллисекунд по одному байту, то тайм-аута вы никакого не получите. С точки зрения сокета все в порядке. Байты приходят, соединение живое. Нормально. Или, например, у вас мультиплексированное соединение. Знаешь, что такое мультиплексированное соединение? Это когда у вас по одному соединению одновременно могут совершенно разные запросы передаваться, обрабатываться. Кто-нибудь знает пример из практики протоколов, которые так работают? Например, HTTP-2. То есть HTTP-1 был пайплайнинг, который нам позволял хотя переслать несколько запросов, но мы должны были вычитывать результат этих ответов последовательно. В HTTP-2 вполне себе можем послать запросы в одном порядке, получить ответы в другом порядке. И тут вообще неизвестно, сработает у вас 100-айм-аут, если вы заходите обработать, понять, что у вас запрос долго обрабатывается, потому что у вас просто через это соединение может прокачиваться совершенно другие запросы, на них могут быть ответы, поэтому обычно надо делать еще на уровне приложения, и тут, как вы назовете, это ваше дело, часто называют request-тайм-аут. Или я, например, в Мамкэш-клиенте видел понятие operation-тайм-аут. Никакой спецификации на это нет, это просто из практики я вам говорю. Еще ситуация. у вас одна сторона закрыла сокет, отправила fin-сигнал, а вторая вызвала метод read. Чего случится с той стороной, которой... Это вопрос-подвох. Эта сторона сокет не закрывала. Другая сторона закрыла сокет, read просто вернет минус один. В зависимости от того, что вы за клиент используете, это может превратиться в какой угодно exception, типа eoffice exception или еще чего-то, если вы этого не ожидали, но исключения тут на уровне сокета никакого не будет. Это нормальная ситуация. Та сторона закрыла соединение, больше не будет ничего мне писать. Я еще не закрыл соединение, я могу еще что-то писать. Наверное. Если протокол позволяет. Совсем... Вот интересный вариант. Смотрите. Мы передавали дата какой-то данные, получали на них аки, но потом в какой-то момент другая сторона решила закрыть сокет и отправила RST сигнал нам. Что будет, когда мы запишем пачку данных? мы будем АЦК ждать полный дат. АЦК на что? Ну вот мы дату пишем, последнее отправление даты и может мы раньше поймем, что-то пошло не так, потому что ну ак можно долго ждать. Может в рай да, типа того. Здесь будет семейство коннекшен-ресетов broken pipe для нас сейчас наверное не супер важно чем они отличаются, потом после лекции можно будет поговорить об этом. Вот. Но выглядят они примерно все следующим образом, что другая сторона закрывает сокет, возможно слишком рано, чем мы ожидаем. Для нас это будет выглядеть как сокет exception connection reset by peer. Иногда это будет выглядеть как IO exception connection reset by peer в зависимости от того, как мы общаемся с другой стороной через сокет или через сокет channel. Знаете, да, что в Java есть еще возможность через IO socket channel писать данные, вот там вот такая exception будет. Но это не важно, на самом деле, вы в логах увидите connection reset by peer, там не будете разбираться, что это за exception был. Вот. В некоторых других случаях у вас будет broken pipe. В принципе, пока можно считать, что это то же самое для цели разбора инцидентов. Вот. И таким образом, что у нас получается? У нас получается connect timeout. Написал connect, наверное, правильнее connection timeout. Ну ладно. Вот. Connection refused, когда никто не слушает. Read timeout, request operation timeout или там на что способна фантазия того, кто придумывал этот exception. и connection reset broken pipe. Зачем, например, зачем мы сейчас с вами все это проговариваем? Для того, чтобы ответить на вопрос, а что из этого можно ретравить? Давайте сразу запрос спешить деньги. Первый вопрос. Он индепадентный или нет? Кто знает, что такое индепадентные запросы? Не знаете? Ну, это запросы, которые, применяя несколько раз которые, вы не будете вводить систему все в новое и в новое состояние. Да? Это индепадентный запрос. Запрос спешить деньги он в такой форме, в котором я ее задаю, он не индепадентный. Каждый раз, когда я его буду присылать на сервер, он будет списывать деньги и изменять состояние sistema. И это очень важно, потому что если мы не получили ответ от сервера, мы не знаем в каком состоянии у нас вообще этот запрос оказался. Мы можем его притравить, потому что еще он не был выполнен? Или мы не можем его притравить, потому что он уже был выполнен? С точки зрения клиента мы не знаем, сервер мог упасть, соединения, порваться и так далее. Но вот, например, у нас запрос «спиши деньги». Если мы получили, выполняем этот запрос «connect timeout», мы можем повторить запрос? Ну, можем, потому что мы даже не подключились, не отправили этот запрос. Правильно? «Connection refused». «Read timeout». Да, как раз тот случай, когда «read timeout» не можем, потому что не знаем, что там произошло. «Request operation timeout». Тоже не можем. «Connection reset broken pipe». Это письместичный взгляд на мир. На самом деле, скорее всего, если мы получили эту штуку в момент записи запроса в сокет, то, скорее всего, мы не записали еще весь запрос в сокет. Правда? А раз так, значит, другая сторона его не прочитала. А значит, скорее всего, не выполнила. И это оптимистичный взгляд на мир. Вот. Поэтому, в принципе, ну, там, connection reset и broken pipe перетраются. Есть еще один выход из ситуации. Вы можете любой свой запрос сделать и деподентом. Например, как сделать запрос «Спешить деньги» и деподентом? Каким подтверждением? Мы сначала опросим «Спешить деньги», а затем в окно он же отправляем, да, списывать можно. Если система… Ну, то есть… А если мы не получим… А если она сломалась в тот момент, когда мы… Отправили? Ну, от этого он не станет деподентом, да? Ну, просто, если я прошу дважды и деподентный запрос, то он спишет один, а человек деньги открывает, и он спишет. А если ты хочешь… Вот это такой быстрый… Владеешь методом слепого набора на клавиатуре и списываешь деньги. Значит, там, одному клиенту, потом другому, третьему. На самом деле, и там у этой проблемы есть разные решения. Например, вы можете спросить у вашего севера «А дай мне новую ID-шку новой транзакции, которую я буду использовать для того, чтобы списывать деньги». Он вам ее выпишет. И вы каждый раз, когда вы будете ретраить, вы будете ретраить с ID-шкой этой транзакции, которую вам только что север дал. Да? Таким образом, север будет выйти… О, блин, я эту транзакцию уже применял. Мне не надо ее второй раз применять. Это если север способен? Это если… Да, север способен. Вот. Вы можете даже не спрашивать севера, вы можете, например, воспользоваться гуидами. Да? Это такие штуки, которые может сгенерить там любой компьютер с высокой степени вероятности, да, в каждый момент времени и там среди всех компьютеров. Вот. То есть, на самом деле, вы, когда пишете систему, хотите делать ваши запросы эдемпадентными, для того, чтобы не думать вот на таких штуках. Например, в прошлой компании мы думали над эдемпадентностью, настраивали бонусировку таким образом, чтобы одно ретраилось, другое нет. Сейчас в «Одноклассниках» мы скорее стараемся все запросы сделать эдемпадентными, чтобы не думать об этом, чтобы по-любому ретра эти пользователи получил, ну... По-разному. Можно на клиенте, чаще мы ходим на север, дополнительно раундтрипом выписываем какую-то айдишку, например. Это, конечно, там раундтрип еще один, но... Окей. Как выбирать тайм-аут? Давайте выберем тайм-аут побольше. Коннект тайм-аут, рид тайм-аут, реквест тайм-аут. Чего здесь плохо? Тормозить буду. Ну, ладно. Домбер-тайм. Ну, то есть, понимаешь, тормозить-то будем, но альтернатива какая? Сделать низкий тайм-аут и не тормозить, и выкинуть ошибку, да? Ну, динамически. Динамически, да. С помощью машин лернинга. Не, ну, в смысле... Давай, да, давай про прогрессивные тайм-ауты потом поговорим немножко. Сейчас все очень просто, что если мы выбираем большой тайм-аут, мы, а, долго обнаруживаем проблемы, б, надолго блокируем наши ресурсы. Ну, там, в наших терминах треды, которые исполняют эти запросы, да? Вот. И это проблема, потому что у вас может быть фронт-энд, который уходит к двум бэк-эндам. Один, там, серьезный бэк-энд, который обслуживает основные запросы ваших пользователей, а второй, там, какой-нибудь бэк-энд, который, ну, там, сбоку прилепили, там, какую-то несущественную функциональность. Так вот, второй маленький затормозил, а если у вас огромный тайм-аут на стороне фронт-энда, то ваши треды все будут съедены ожиданием вот этого маленького бэк-энда и не смогут обслуживать ваши запросы. Проблема понятна. Вот. Клиент уходит. Тоже ничего хорошего в том, чтобы ждать долго, нету, потому что ваш клиент просто уйдет, закроет окно браузера и все. Давайте попробуем поменьше. Здесь есть проблемы с тем, чтобы там поставить одну миллисекунду на connect-тайм-аут, пол-миллисекунды на... и так далее. Ну да, ну, можем тупо не успеть. Или если успеем, то у нас очень часто будет просто сложное срабатывание. У нас там сервер ушел, например, в ГЦ. Ненадолго, причем. Ну, 25 миллисекунд, да? Если у нас тайм-аут меньше, то мы будем это все ретраить. Я видел такие тайм-ауты, которые меньше, чем сейф-поинт-пауза сервера. Вот. Они ретраились, и, ну, там, до поры до времени это ничего, но как только у вас какая-нибудь проблема, чуть-чуть тупанули сервера, все, у вас все там завалено ретраями. Вот. Поэтому надо искать золотую середину. И, ну, как правило, выбирается там какой-то тайм-аут, рассчитывается там побольше, поменьше, ставится на продакшн, постепенно заводятся пользователи, мониторятся, как он вообще себя ведет, да? И только после этого принимается решение о корректировке. Держи, вам нужен мониторинг, вам нужно читать процентили для того, чтобы понимать, какие тайм-ауты выставить. Все это требует внимания. Ретрая. Одна из моих любимых тем, но очень увлекательная, на мой взгляд, потому что здесь много всяких интересных картинок. Первая с вами картинка у нас будет про лавину ретраев. Представьте себе, что к нам на фронт балансировщик пришел запрос, и он его отправил на какой-то фронт. Мы хайволд, у нас много фронтов, на какой-то из них мы отправили. Этот фронт, он пошел на бэкэнд балансировщик. Он не обязательно может быть выделен, он может быть в процессе фронтового, на самом деле, процесса работать, да? Может быть выделенный. Не важно. Этот бэкэнд балансировщик, он отправит запрос на какой-то бэкэнд, который в данный момент тупит, откровенно. Недоступен. Что хороший балансировщик сделает? Ну да, отправит на другой отретрают. Если эти бэкэнды тупят по общей проблеме, например, база, что-то с базой не так, очень часто что-то с базой не так, на самом деле, то бэкэнд балансировщик сдастся и скажет фронту, не, я не смог. Фронт скажет своему балансировщику, нет, я не смог. Что дальше фронт балансировщик может сделать? Пошли на другой фронт, пошли на бэкэнд балансировщик, выделенный нет, опять начинаем долбить серверы дополнительной нагрузкой. Это проблема реально. То есть у нас бэкэнды мы так плохо, они завалены запросами, там, или базе плохо, а мы добавляем еще нагрузку нашими ретраями. Вот. Давайте пофантазируем, а если у нас ретрая там не один, как в данном случае, а больше? А если у нас фронтов? Не два, а больше. А если у нас не там двухуровневая архитектура, как здесь, а трехуровневая? Там, например, да, когда у вас есть фронт, какой-то слой бизнес-логики, куда входит веб-версия вашего сайта, там, не знаю, API вашего сайта, там еще что-то. И на нижнем слое бэкэнда, да, то есть у вас количество этих ретраев возрастает очень быстро в вашей системе. Вот. И дальше давайте с вами поразбираем, что с этим можно делать. Вот у нас есть проблема. Многократное возрастание нагрузки при проблемах. Чего с этим можно сделать? Ну, по крайней мере. Ну, типа того, да. То есть, во-первых, хорошо вы ограничите количество ретраев в вашей системе хотя бы по тому, сколько раз вы пройдетесь по бэкэндам. Не надо ходить по 100 бэкэндам, если у вас есть 100 бэкэндов. Наверное, после там двух-трех раз стоит сдастся и сказать, что нет, мы этот запрос не можем обслужить просто. Может он тяжелый, может еще что-то. Может нашим бэкэндам плохо. Есть еще одна штука, вы можете считать общее количество успешных запросов и общее количество ретраев, которые вы сделали. Если у вас количество ретраев превышает какой-то порог в вашей системе, то перестать делать ретраи. Потому что, наверное, с вашей системой что-то не так, если вы начинаете ретраить слишком активно. Правда, есть засада, потому что, если вот, например, вы поставите порог 10%, а при релизе вы выводите 30% ваших бэкэндов, например, да, из ротации, то вы можете напороться на то, что ваш 30%, ну там, запрос пойдет на один выключенный бэкэнд, потом на другой выключенный бэкэнд, потом на третий выключенный бэкэнд и так далее, да. Тут надо быть осторожным. Ретраи проблемы на разных уровнях решаются тем, что мы не надо ретраить одну проблему, возникшую с бэкэндом на уровне фронтенда. И тут помогает такая штука, что вы начинаете выбрасывать исключения или возвращать коды ошибки, которые вам позволяют сказать, что вот эта штука произошла по моей вине, да, например, 503 вы возвращаете, вы говорите тем самым, что эта ошибка произошла по вине меня от ретраи меня. Если вы возвращаете 502, например, к примеру из практики, мы так закодировали наши ошибки там на одном проекте, вот, то не ретраи меня ни в коем случае, потому что я уже претраил, это кто-то подо мной, там, чего-то, там, какие-то проблемы, я уже попробовал претраить, у меня ничего не получилось, вот тебе 502, ничего с ней не делай. Все. Это, кстати, очень крутая штука, потому что она вам позволяет очень быстрый инцидент разбирать. Вы видите, на фронтах 502, вы точно понимаете, что у нее все, дело не во фронтах, это они там получают от кого-то 502 и пошли, пойдем смотреть на бэкэнда, еще с бэкэндами, да, например. Еще не надо ретраить всякие там ошибки в коде, да, null pointer exception, index out of bound array exception, entity not found exception, там, какой-нибудь вы изобрели, да, вы пошли там с ID-шкой в базу, там этого entity не оказалось. Не нужно ретраить эти ошибки, потому что, скорее всего, другой бэкэнд тоже пойдет в эту базу и тоже не найдет там, да, этой сущности. Вот. Чего еще? Ретраить тяжелого запроса, который заваливает бэкэнды. Помните, я говорил, что мы с вами не можем отличить ситуацию тяжелого запроса от тупящих бэкэндов вообще-то. Что бы с этим можно было бы сделать? Как бы нам, ну, не то, что решить эту проблему, да, потому что фундаментально тяжело ее решить, но хотя бы как-то обезопасить себя. Ну, я тут даже не стал это пальца вверх ставить, потому что есть такой там хак, скорее, да, его настраивать просто сложно. Смотрите, вы можете задать реквест таймайла там в 0,6 секунд, например. Количество ретраев максимально у вас 2, да, всего 3 попытки. При этом, если вы позволяете вашей системе ретраить только в течение секунды, то у вас не может быть второго ретрая. У вас не получится, если запрос тяжелый. То есть вы пошли на один бэкэнд, через 0,6 секунд попробовали снова на другой бэкэнд, к этому моменту, как второй бэкэнд тоже не справится, у вас уже прошло 1,2 секунды, время, в течение которого можно ретраить, прошло, все. Но зато такая штука позволяет вам ретраить быстрые проблемы. Например, если у вас коннект тайм, а вот 50 миллисекунд, вы успеете поретраить его несколько раз, да? Если у вас connection refuse, тем более. Вот есть такой грязный хак, его немножко тяжело в продакшене поддерживать, но как прием можно себе взять на вооружение. Ретрая, когда ответ уже не нужен. Что бы с этим сделать? Представьте, у нас запрос, да, высоконагруженный сайт, и он проходит много-много бэкэндов. Каждый бэкэнд, который обрабатывает запрос, он не знает, когда этот вообще изначальный запрос от клиента был получен. Стоит ли вообще его еще обрабатывать или уже нет, можно там выкинуть его. Как с этой проблемой бороться? Как вы узнаваете, да, как вы узнаваете, да, Да, например, пробрасывать с каждым запросом, который вы отправляете на ваши бэкэнды, дедлайн. То есть вы приняли запрос на фронтендах, запомнили, что, ага, я его принял в такое-то время, прибавим там, не знаю, 5 секунд, через 5 секунд скорее клиент уйдет, например, да, вот, и вы эту информацию пробрасываете в каждый бэкэнд. Каждый бэкэнд, если у него, конечно, часы не сдвинуты, там, не знаю, в принципе, сможет узнать, что, о, нет, все, время пришло не обрабатывать этот запрос. Вот. Это, кстати, не всегда делается, вот, но это прикольная штука. Что еще? Самый важный механизм, который вам позволит защитить себя от лавины ретраев, это вот то, что мы с вами разбирали. Система нормально, надежного, дешевого от пина запросов, которые мы не сможем отслужить. По крайней мере, вы не будете заваливать вашу систему, вы быстро, вот эти лишние ретраи, вы быстро будете отпинывать. Вот. Выглядит это должно следующим образом, что если ваша система может принять, там, тысячи запросов в секунду, то когда вы на нее подаете 10 тысяч запросов в секунду, она должна продолжать отслуживать тысячи запросов в секунду, не деградировать, желательно, по времени тоже не деградировать. Вот. А остальные 9 тысяч отбрасывают, да. Что делать? Не можем мы их принять. Потому что очень часто система работает не так. Очень часто вы, там, при тысяче запросов в секунду вы отдаете тысячи ответов в секунду, а при 10 тысяч запросов в секунду вы отдаете один ответ в секунду. Все остальное – это ошибка. Потому что система завалена запросами, и там, они прилеживают в очередях, и так далее, и тому подобное. Иногда этого не хватает. Вот я вам приводил пример, когда мобильные приложения завалили бэкэнды, потому что слишком быстро ретраились. Вот. И тогда нужен экспонент швабыков уже на клиентах, чтобы они ретраили не сразу, каждую секунду, а через секунду, через две, через четыре и так далее. И вот Google, например, еще рекомендует «А давайте еще сделаем джиттер». Потому что представьте себе, что у вас там разом упало какое-то количество серверов. Сетка упала, например, да? Экскаватор копнул дата-центр и перерезал провод. У вас все ваши клиенты там через секунду опять ломанутся. Да, в этот момент. У вас не очень равномерная будет нагрузка. Она скачками будет. Google рекомендует еще сделать какой-то рандом джиттер. Пусть один притрает через полторы секунды, а другой там через полсекунды. Например. Не нужно бросаться сразу это делать. Возможно, стоит вначале дождаться инцидента в продактушне, который вам скажет, что действительно это надо сделать. Потому что, если применять все приемы, о которых я вам рассказываю, вы не будете писать бизнес-фичи, вы будете писать только вот этот инфраструктурный код. Это тоже нехорошо, не круто, иногда не нужно. Спекулятивная ритрая. Интересная штука такая. Знаете, что это такое? Концептуально очень просто. Вы из клиента отправляете запрос на бэкэнд, а дальше, не дожидаясь ответа, через какое-то время или сразу же отправляете запрос на другой бэкэнд. И вот кто первый ответит, того и тапки, тот и, собственно, отправим. А на второй мы просто ответ задисгардим. И кажется, что эта штука очень дорогая, потому что вам приходится. Но сейчас мы с вами посмотрим, порассуждаем на этот счет. Из плюсов она очень хорошо снижает лейтенсию ваших запросов. То есть реально прям история из продакшена, что с тайной спекулятивной ритраи 99% падает запросов, выравнивается. То есть раньше у нас какао там как сумасшедшее. А после спекулятивных ритраев хорошо выравнивается, потому что вероятность попасть на два бэкэнда, в которые оба сидят в ГЦ, не такая большая. И люди говорят, что она очень сильно нагружает инфраструктуру, но на это можно посмотреть с другой стороны. У вас же все равно должен быть запас серверов для того, чтобы выдерживать выпадение дата-центра, делать релиз и так далее и тому подобное. То есть на самом деле ваша система не может быть загружена на 100%. Если она загружена на 100%, она неотказоустойчивая, потому что как только что-нибудь упадет, то... Так почему бы нам тогда вот эти вот запас мощностей, которые у нас есть, не отдать как раз под спекулятивную ретрая. И только в том случае, если мы видим, что у нас выпали какие-то сервера, тогда их отключать. Можно так? Да, это несложно колется, и это выравнивает вашу лейтенси и снижает его. Очень прикольно. Единственная проблема с этим, что это спекулятивный ретрая, это можно сделать только на одном уровне. В вашем поплайне, в вашей слоеной архитектуре нехорошо было бы делать спекулятивный ретрая на уровне фронтендов. Потому что это породит сразу множество запросов на бэкэнды и так далее. Если при этом бэкэнды тоже будут делать спекулятивный ретрая, то вы получите фактически ситуацию, когда вы сами себя ретраем заваливаете. Но там, перед базой данных, например, такое можно сделать. И у нас, например, в одноклассниках делается. вот еще прикольная штука замедление с обратной связью. Еще один огород в тех, кто не любит продумывать архитектуру, а считает, что можно это просто накидать в сервисах, они каждый как-то между собой будут взаимодействовать, все будет хорошо. Вот. Представим, что у нас клиент, который идет в какой-то сервис А. Тот пошел в сервис Б, тот пошел в сервис С, ему внезапно потребовалось какие-то данные, которые представляет только сервис А. и они говорили, что здесь какой-то есть цикл с точки зрения обработки запроса, да, то есть он может за другими данными пошел, но эти данные предоставляет сервис первый, который уже обслуживает этот запрос. Ну вот, представим, что здесь тормоза. Ну, возникли по какой-то причине. Они пропагетятся, значит, на сервис, который, ну там, треды просто заблокировались и ждут, пока будет обслужено эти запросы, которые идут в этот сервис. И так далее по цепочке, тем самым замедляя работу все, абсолютно всех серверов по кругу еще сильнее. Вот, поэтому, в общем, в вашей архитектуре вообще есть такое какое-то негласное правило, что циклов хорошо бы избегать. Не в коде, а в архитектуре. Спринг. Спрингом пользуетесь? Вот там тоже хорошо бы часто избегать циклов между вашими зависимостями. Это делает вашу архитектуру проще, и там проще потом ее запускать, там, и так далее. Вот. Ну и вообще есть такое правило, что чем меньше звеньев в вашей архитектуре, тем более надежна ваша система. Оказывается, что систему можно сделать надежнее, просто выпиливая из нее куски, которые делают ее ненадежными. Я шучу, что работа релабилити инженеров часто заключается не в том, чтобы дописывать систему, а в том, что просто выкидывать из нее ненужные куски, и она становится просто стабильной. Балансировка. Есть вопросы по предыдущей теме, по теме ретраев. Примерно проблема понятна, что с ними может происходить, и что с этим делать. С балансировкой можно рассказывать про балансировку очень много, и у нас даже где-то мы читали в Одноклассниках, это лежит на Ютубе, лекция, просто посвященная только балансировки два часа. Я с вами кратко расскажу, что интересно с точки зрения СРЕ про балансировку. Мы с вами попробуем это посмотреть с точки зрения симулятора. На коленке написал симулятор, который позволяет хоть как-то представить, какие последствия от той или иной политики балансировки. С вами посмотрим на рандомную балансировку Round Robin, Weighted Random и List Loaded. У нас будет три севера, потому что меньше нельзя. И у нас будет три клиента, которые каждый тоже будет славить запросы на все эти три севера. И вывод нашего симулятора будет выглядеть примерно так, что у нас каждый момент времени с каждого севера снимает статистику. Сейчас мы с вами посмотрим, как эта статистика расшифровывается. Прочерк означает, что север простаивает, никаких запросов на него не пришло, и он ничего не обрабатывает. Буква R означает running, то есть какая-то таска у него сейчас в работе, он от ней работает. Да, но я для простоты решил, что это однопоточная севера. И W означает waiting, то есть он не просто работает, у него еще в очереди есть какие-то запросы, которые он должен обработать. Ок? Понятно? Рандом. Очень просто. Выбираем, подбрасываем монету, выбираем рандом на любой бэкэнд и отправляем на него запрос. У меня это получилось выглядит примерно следующим образом. Да, что вот красным я показал, что рандом рандомом, но равномерностью здесь не пахнет. То есть у вас вполне себе может случаться ситуация, я в конце лекции привожу пример книжек, книжка, которую можно прочитать, прямо она называется Сергей Гугловский, они прямо приводят диаграмму того, как у них, когда они используют рандом, одни сервера вообще не дозагружены, а другие могут быть в разный момент времени перегружены. Вот, то есть рандом рандомом, и он там на больших числах работает хорошо, но в каждый момент времени он вполне себе неравномерный. Интуитивно это надо понимать, да? И это плохо не только с точки зрения того, что вы не догружаете ваши мощности, но и с точки зрения того, что у вас запросы, которые лежат в очередах, они добавляют лейтенсию вашим клиентам, которые хотят побыстрее получить ответ от вашей системы. Ок? Поэтому, что приходит в голову, что сделать? Раундробин, да, то есть давайте не рандомно выбирать сервера, а по кругу. И у меня получилось примерно вот так. И так со стороны это там, не вдаваясь в какие-то расчеты, выглядит это лучше, чем рандом, чем рандом, правда? Но я тут смухлевал. У меня тут сервера одинаковой мощности. У вас в продакшене, как правило, будет сервера разных конфигураций. Ну, вы можете, конечно, заморочиться и сделать абсолютно одинаковые серверы, вот. Но когда вам придется обновлять парк этих серверов, у вас все равно станет проблема, что одни там старые, другие новые и так далее. Поэтому надо что-то с этим делать. И с этим можно сделать что? Да, вот, пожалуйста, пример, когда один сервер медленнее другого. Какой из них медленный? Да, первый. Мы на него подаем запросы, он их обрабатывает медленно, и у него очередь большая. Напрашивается, давайте каждому серверу назначим веса. Вес, точнее. И в зависимости от веса будем с большей вероятностью отправлять на один или на другой сервер. Ок? И у меня это выглядит примерно вот так. Наверное, потому что я неправильно подобрал веса. Это, кстати, проблема, да? То есть эти веса придется вам подбирать. Это лучше, чем обычный раунд-робин, да? Мы с вами выделили на предыдущих слайдах, что там откровенно один перегруженный сервер. Вот. И есть, кстати, в этот раунд-робин, он тоже несложно кодится. Я просто не стал. Вот. Но проблема, она чувствуется, да? Что у вас этот вес надо подбирать, что у вас, вообще-то, может быть динамические тормоза ваших серверов. Почему, кстати? Почему сервер может притупить? Ну, ладно, это несложный вопрос. Может на сервере еще что-то хуйиться? Например, да, еще. Запрос тяжелый. ГЦ, ну и так далее, да? Старт-приложение. В момент старта она работает чуть медленнее из-за джита, класс-лоудинга и там холодных кэшей, чем в стеди-стейт. У вас могут быть шумные соседи, вот если у вас ваше приложение в облаках задеплоено, да? То, скорее всего, на вашем сервере еще другие приложения крутятся. И как бы хорошо не была настроена их изоляция, за какие-то ресурсы они будут воевать все равно. У нас сплошь и рядом, например, происходит, что мы вроде как сделали классные облака, все задеплоили, но воюют они за свитч, в который воткнутый сервера. Ну, например. Свитч не справляется с таким трафиком. Ну, например. Вот. ГЦ может быть. Поэтому веса-то вы, конечно, можете подобрать, но динамически вы навряд ли сможете тумблеры переключать. Хочется что-то более автоматического. И тут приходит на ум, давайте сделаем другую политику, клиент будет выбирать сервер, на который отправил меньше всего запросов. Ну, то есть не за все время, а вот сейчас на каком сервере больше всего моих запросов еще не отвечено. Если больше, мы на него не отправляем, если их там меньше, мы на него отправляем. Примерно понятно, как это работает. Вот. У меня получилась идиллия. Все хорошо. Единственное, я здесь опять смухлюал. Я сделал, что у меня только подстраивается под тормоза. Это часто заменяет слоу-старт, вам не понадобится слоу-старт, потому что, ну, какое-то количество запросов при старте приложения на этот сервер будет отправлен, но это достаточно быстро достигнет предела, за который уже невыгодно отправлять запросы на этот сервер. Вот. Но здесь у меня ситуация, когда только один клиент отправляет запросы на серверы. Два других я не задействовал. Если я задействую два других, у меня получится вот такая картина. У каждого клиента свое представление, сколько он запросов отправил на сервер. И иногда это будет выглядеть как не лучше рандома. Если у вас клиентов гораздо меньше, чем бэкэндов, то такая политика балансировки будет работать хорошо. Если у вас клиентов больше, чем бэкэндов, сравним с количеством бэкэндов, то, в общем, листлоудет, он не всегда будет вам равномерно распределять нагрузку. Хотя на динамические тормоза реагировать будет. В одной компании мы переключили с раунд вейтед раунд дробина на листлоудет, и у нас прям все стало хорошо. Почти. Кроме какого-то дисбаланса. Ну вот. Вопросы. Что выбирать? Да, мы сейчас с вами поговорим, что выбирать. Есть еще такая проблема, сляжа, которая быстро дает ошибки. У него тоже не хочется отправить запросы, правда? Что-то с ним случилось. Сбой планки памяти. Не знаю, диск вылетел. Еще чего-то. Задеплоили новую версию приложения на него. Только на него, и там баг какая-то оказалась. Вообще, в любой политике балансировки, это особенно бьет по этому, по listloaded, потому что он не рандомно отправляет, не по кругу, а вот у меня есть сервер, который быстро отвечает, на него я и буду отправлять больше запросов, потому что он быстро отвечает. Что с этим надо сделать? Надо вывести вообще-то себя в результаты, поставить его на мониторинг, посылать на него запросы какие-то, посмотреть, справился он или нет. Это еще тоже вопрос, какие запросы на него при этом посылать. Если вы будете просто спрашивать его статус, пинг делать, то, наверное, он вам не скажет, все ли с ним в порядке или нет. А возможно, вам этого достаточно будет, просто поверить его сетевую доступность. И возвращать, опять же, сервер в ротацию с какой-то там рандомной задержкой между клиентами, с каким-то джиттером. Да, вот твой вопрос. Какая политика лучше всех? Ответ есть, на втором слайде этой презентации. Никакая, на самом деле, да, то есть у вас, ну, в принципе, листлоуд обеспечивает часто достаточные, да, требования к нашей системе, и можно его использовать. Waited Round Robin тоже вполне себе часто прокатит. Если у вас система недозагружена, то вполне себе будет работать. Сильно там упарываться и выбирать. Я в конце привел пример ссылки, видео, где чувак рассказывает про все эти политики, чуть более красочно, чем я, и еще рассказывает про то, какую они политику балансировки пилят. Там непросто. Прямо сидит команда инженеров и занимается прям политикой балансировки. Такое. Вот. Контролируемая деградация. Немножко с вами поговорим про это. Чего делать, если ваш сервис недоступен? Хочется как-то, чтобы клиент этого не заметил. Как это сделать? Можно отдавать пустой или неполный ответ. Представляете, ваша веб-страничка, там много-много всяких данных. Если мы там какой-то блочок не отдадим, да, со списком чатов, например, я не знаю, или еще что-то, то может клиент даже и не заметит этого. В принципе, нормальная такая автоматическая деградация. Да? Вот. Тут могут быть совершенно разные ситуации. Вы можете отдать, например, старые данные из кэша. Есть кэш, вы знаете, что данные там уже протухли, но новых данных нету, поэтому давайте отдадим. Вот. Но в коде вам придется проверять, если вы используете ответ от бэкэнда, а он у меня неполный, потому что бэкэнд не ответил, или неполный, потому что действительно данных нету, потому что у вас, например, какая-нибудь логика может быть завязана на, есть у пользователя непрочитанные сообщения или нету, если нету, я ему покажу такое сообщение, а если есть, другое. Но у него, может быть, там вам в ответ может пролететь пустое количество сообщений не потому, что их нету, а потому, что просто сервер не ответил, да, и вам эти ситуации надо различать. Значит, информацию о том, что это хорошее или плохое, надо протаскивать через весь код. Тоже, ну, такое упражнение для трудолюбивых. Вам нужны вот эти неполные ответы учитывать в мониторинге, потому что, если вы получаете, вашим клиентам отдаете только двухсотки, все хорошо, они недополучают функциональность, то, наверное, вы хотите об этом знать. Вот, и это надо как-то тестировать еще. То есть, вы написали какую-то деградацию, вы говорите, что у меня не будет блочок такой на сайте показывать, а вы докажите, что у вас не будет показываться. Еще это нагрузка на тестировщиков, которые будут все это тестировать. Но, тем не менее, такие штуки надо применять. Они позволяют сделать эксперимент пользователя более сглаженным при проблемах. У вас может быть ручное воздействие на вашу систему. Вы можете просто иметь рубильник, который вручную отключает фич на сайте. Фига, как вы выключили поиск на сайте, потому что поиску совсем плохо. Не надо его заваливать дополнительными запросами. «Извините, эта часть сайта временно недоступна, мы все чиним». Такие рубильники предусматривать прикольно, потому что как бы вы не написали архитектуру, ваша система отказоустойчивая, всегда будет ситуация, когда вас кто-то завалит запросами. Снижение нагрузки вы можете… Например, у меня ребята рассказывали, что они недавно вынуждены были вводить обратно клиентов к себе на бэкэнды с помощью маски IP-адресов. То есть они вначале вводили одни IP-адреса в работу, остальные отпинывали, потом другие и так далее. Постепенно заводили нагрузку в себе, потому что сразу все соединения они не могли обслужить, потому что у них сломался SSL-тикет, который позволяет сэкономить на SSL-хэншейке. Знаете, что вообще установка шифрованного соединения это такая дорогая операция, нам ее хочется по возможности избегать, и мы поэтому сохраняем на клиенте какой-то тикет, который потом позволит нам возобновить быстро это соединение. Клиенты потеряли эту информацию, ломанулись в бэкэнды, бэкэнды не справились и вот смогли реанимировать бэкэнды, только постепенно заводя нагрузку обратно. Но для этого у вас должна быть какой-то инструмент, потому что если его нет, то вы ничего не сможете сделать. Временную влечение капасти, кстати, в блоках добавляем новых инстинсов, все хорошо, счет потом оплатим, оплатит другой. Вот. Вот по теме межсервисного корабля есть вопросы? А дальше мы с вами быстро пробежимся про мониторингу инцидентом. Водушевляющая надпись о том, что если у вас нет мониторинга, вы не знаете, система работает или нет. Это прямо из книжки Гугловской. Мне понравилась эта фраза. Многие не любят писать мониторинг, я сейчас напишу фичу, быстро выпущу ее в продакшн, все хорошо. Если вы не замониторили эту фичу, вы не знаете, работает она или нет. Влоги вы не полежите смотреть, вам будет лень. Вот. Есть такая штука, в мониторинге две самые важные вещи это метрики триггеры. У них есть немножко разная идеология. Когда вы делаете триггер, это то, что позволит вам проснуться там ночью, разбудит вас ночью и скажет, что ваш сайт лежит. И он нужен, чтобы заметить проблему. Не чтобы разбирать инциденты, копаясь в графиках, а чтобы понять, что проблема есть. Но их тогда нужно ставить только на реальные проблемы, потому что если у вас незначительное повышение среднего времени ответа вашего сайта, наверное, вы не захотите ночью просыпаться из-за этой штуки. Вот эти вот приоритеты триггеров приходится иногда настраивать, подбирать, выключать какие-то триггеры, потому что они очень часто вас будут ночью. Вот. И желательно, чтобы триггеры были ортогональны. Что это значит? Тут написано. Да, если у вас какая-то проблема, попробуйте найти такие триггеры, которые будут зажигаться один раз, а не сразу 100, ваша система. В прошлой компании у меня был такой механизм разбора инцидентов. Посмотри на вот эти вот списки загоревшихся триггеров и попытайся понять, какое из какого вытекает. Это не очень круто. Вот. Метрики, с другой стороны, нужны, чтобы разобраться в проблеме. И тут работает другая эвристика, что чем их больше, тем лучше. Потому что оказывается, что в момент разбора инцидента у вас система лежит, вы будете строить быстро какие-то гипотезы, захотите проверить какие-то гипотезы, что происходит с вашей системой. Может, у меня очереди переполнились, или очереди не переполнились, а просто очень долго запросы лежат в этих очередях. Если у вас не будет соответствующих метров, то вы не будете знать об этом. Вы там будете пытаться через GMX подключиться куда-то, еще чего-то. Хорошо, когда у вас есть графики, до которых вы можете докопаться. и я вам об этом уже говорил, метрики должны расшифровываться. Просто 500 ошибок в секунду эта метрика ни о чем не говорит. Где эти ошибки? На каком хосте? От какого урла идут эти ошибки? То есть дайте себе какую-то зацепку, куда копать дальше, когда придумываете метрику. Ок? Я вижу, что неинтересно уже, да? С 503, 502 мы с вами смотрели. Я вам рассказывал. Вот. Есть немножко еще такая тема, гена логов заключается. Тоже воодушевляющая надпись про то, что у вас будут лежать ровно столько, насколько замусорены ваши логи. И мы с вами быстренько разберем вот такой пример. Найдите ошибки в логировании вот в этом коде. Параметры. Да, отлично. Первая проблема это у нас мы потеряли контекст проблемы, да? Влоги не вырвали. Что еще? Да. Где причина? Вот это. На самом деле на этом уровне мы с вами не всегда знаем. Это ошибка, которая надо прям эррор, который надо бежать исправить, или просто ворн, который на уровне выше будет притранен, да? Поэтому вот не всегда понятно. Но самое, на мой взгляд, противное в этой ситуации в том, что вот этот эксепшн, который мы выбросили, мы даже можем зачинить этот эксепшн туда. Написать параметры и так далее, все подобное. Но на уровне выше он опять наверняка будет тоже, кто-то его схватит, залогирует, и в результате у вас получится такая штука. Вы будете видеть те ошибки, которые часто логируются, а не те, которые реально происходят. Поэтому желательно, чтобы у вас на одну проблему в коде, на один эксепшн в коде было только одно сообщение в логах, один стак трейс, если нужен. Для этого не нужно логировать, вы тогда эту надпись лучше перенесите в месседж вашего эксепшн, что же произошло. Ок? Маленький тест. Разбор инцидента направлен на... Вот случился инцидент, вы систему восстановили после падения, дальше вы разбираете этот инцидент с вашими коллегами. Чтобы найти виновных, кто это сделал и кого надо увольнять, чтобы найти причины возникновения инцидента, способы не допустить инцидент снова и способ быстрее среагировать на инцидент. Как вы считаете, какой вариант правильный? Нет. Почти. Виновных искать не надо. Ну, как правило, как бы... Нет, иногда, может быть, и надо, если у вас там человек все время выпускает код непротестированным, да? Наверное, его стоит наказать. Вот. Но, как правило, прот падает не потому, что кто-то этого захотел или кто-то там откровенно там саботирует ваш процесс, а просто, ну, там, ваша система недоработана, ваша система не умеет правильно реагировать на такие события и так далее. Как правило, вам виновных искать не надо. Вот. Сто процентов доступности нужно достигать? Нет, почему? А? Ну, стремиться можно, а когда надо остановиться? Ну, где-то раньше, да? Вот. Потому что вообще это дорого очень. Ну, там, каждый ваш следующий процент доступности, это еще вам больше разработчиков надо нанять, которые там будут писать новые политики балансировки, писать нагрузочные тесты, не давать выпускать релизы, потому что, а вдруг он не протестирован и так далее, да? Это все очень дорого, и это клиент не заметит, они не оценят. Потому что, если у вас 99,9 и там много еще девяток уже есть, то если один раз в месяц клиент напорится на проблему, ну, ну, и ладно. В общем, ничего страшного в этом нету, да? Я все. Я тут из каких-то последних видосов, которые мне понравились, здесь привел. Можете прочитать книжку с сайта Relability Engineering. Там не очень много, хотя тоже есть очень интересные темы про инжиниринг, там довольно много про процессы, то, чего мы все так не любим, да? Как разбирать инциденты, когда нужно вставать ночью, там и так далее. Но там есть инженерные вопросы, прикольные, они разбираются, в том числе о балансировке, в том числе, как мне из 200 бэкэндов, которые у меня есть, например, выбрать 10 и только находить на них, для того, чтобы не одержать соединение со всеми 100 бэкэндами, да, например. Прикольная задача. Вот. На этом все. Если есть вопросы, задавайте.